Забора ничего нету. Качели сейчас я вам покажу. Это вот вид сверху. То есть, видите, один грустный городок на всю детскую площадку. На фотографиях качели, полуразрушенная лавочка и всё. В таком состоянии двор на Дубровинского 50 был почти 40 лет. Но в этом году его начали благоустраивать. Проект назвали «Уютный дворик», а разработали его сами жители. На территории данной площадки предусмотрено зонирование территории. Здесь будут и как спортивные площадки, и как зоны отдыха, велодорожка, песочницы, карусели. Это всё предусмотрено. Основные расходы на себя берёт муниципалитет. И около 3% оплатят жители трёх соседних домов. Это где-то по 700 рублей с квартиры. Подобный опыт работы в Красноярске применяют впервые. Кусок земли муниципальный. Он не попал ни в один двор. Если бы он попал, мы бы его сделали давно. Но у нас нет возможности на муниципальной земле поставить детский городок. И вот сейчас проект инициативного бюджетирования, который вот с этого года начал работать, он позволил жителям близлежащих домов благоустроить муниципальную территорию. И они пришли в администрацию, создали инициативную группу и сказали, мы хотим сделать. Во дворе уже сделали безопасное покрытие. Через неделю привезут скамейки, качели. Уютный дворик – это старт реализации проекта инициативного бюджетирования. И поток заявок растёт. Уже на участие в конкурсе на 19-е и 20-е годы мы получили 50 заявок. Вообще проекты могут заявляться не только связанные с благоустройством. Это может быть или какая-то общественная деятельность, типа волонтёрства. И мы уже примеры такие имеем. Собрать инициативную группу и предложить свой вариант благоустройства или развития другого направления может каждый желающий. Главное – разработать проект, учитывая все требования. И представить его в администрации для обсуждения. Екатерина Широкова, Владимир Антонов, Новости ТВК.